На этой же сессии парламентарии рассмотрели ряд законодательных инициатив. Пожалуй, одна из главных касается поддержки проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам назначения и выплаты пенсии. Как отметил заместитель председателя окружного собрания депутатов Александр Лутовинов, у парламентариев есть понимание об основанности принятия мер по сбалансированию и совершенствованию пенсионной системы с целью обеспечения устойчивого роста пенсии выше инфляции. Нам необходимо в своей практической деятельности подготовить предложение нормативно-правовые акты, в особенности в отношении тех регионов, которые находятся в арктической зоне, которые могли бы быть направлены на повышение продолжительности жизни, качества жизни граждан. Речь идет прежде всего о лицах пожилого возраста, обеспечению занятости работников старших возрастов, молодежи, обеспечению полноценного финансирования на строковых принципах досрочных пенсий для лиц, занятых вредным, опасным и интенсивным трудом. Предлагаю также поддержать данный законопроект. Депутат окружного собрания Александр Саблин отметил, что положение данного законопроекта должно было стать предметом широкого общественного обсуждения, но в округе этого не произошло. Вновь и группа депутатов предлагалось утвердить на текущей сессии отзывы на данный законопроект, в котором указывалось на конкретные пункты, в связи с которыми в таком виде проект федерального закона не может быть нами поддержан. Предлагалось также принять обращение к представителю Государственной Думы о невозможности его принятия. Не согласен с повышением пенсионного возраста и Андрей Смученков. Как представитель партии ЛДПР он намерен голосовать против предлагаемых изменений. Глубоко убежден, что для повышения пенсионного возраста в России нет никаких оснований. А проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем. Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество работающих граждан находится в так называемой серой зоне. От их зарплаты работодателями, а их зарплаты работодателями не платят страховые взносы в пенсионный фонд. По словам Даниила Исполинова, ближайшие 10 лет количество работающих граждан будет неуклонно снижаться. Изменения в пенсионное законодательство назрели, убежден депутат. Если этот законом в принципе не заниматься в России, то эта проблема назреет и уже через 4-5 лет будут вопросы другого порядка, где собственно взять средства на индексирование пенсии и может быть даже в принципе на их выплаты. Поэтому я считаю, что вот в той поправке мы должны принять решение, что мы поддерживаем концептуально, повторюсь, поддерживаем закон, но вносим свои предложения касающиеся нашего севера. Наталья Кордакова также предложила поддержать концептуально представленный законопроект, отметив, что любая реформа всегда вызывает неоднозначную реакцию. В то же время, по словам парламентария, в данном законопроекте предусмотрены категории граждан, которым возраст выхода на пенсию не увеличивается. Это работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, непосредственно в полевых условиях, на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, в летном составе гражданской авиации, трактористов, машинистов в сельском хозяйстве, водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах, спасателей, женщинам, родивших двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравных местностях, постоянно проживающих в районах Крайнего Севера и в приравных местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников, промысловиков. То есть, я хочу сказать, что мы не должны однобоко рассматривать данный законопроект. В завершение обсуждения законопроект был вынесен на голосование. Вставлено голосование о поддержке проекта федерального закона номер 489.161.7 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий, несенные правительством Российской Федерации, подчеркиваю, с учетом специфики регионов, расположенных в районах Крайнего Севера, в том числе особого влияния климата на качество и продолжительность жизни населения. Так будет в случае положительного принятия решения, написано в постановлении. Кто за поддержку данного проекта федерального закона, прошу голосовать, то за. Таким образом, большинством депутатов проект федерального закона был поддержан с обязательной поправкой на специфику региона. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.